Здравствуйте! Тема урока «Загрязнение окружающей среды тяжёлыми металлами». Сегодня на уроке вы научитесь называть источники загрязнения тяжёлыми металлами и объяснять их воздействие на организмы. Классификация химических элементов по их токсичности. Токсикант – вещество, способное в определённой концентрации вызывать патологические изменения или гибель живых организмов. Экотоксиканты – вредные химические вещества, загрязняющие окружающую среду и отравляющие живые организмы. Низкая токсичность характерна для металлов – медь, железо, марганец, цинк, никель, стромцы, рубидий, цезий. Средняя токсичность характерна для металлов – хром, серебро, алюминий. Высокая токсичность характерна для химических элементов – сурьма, мышьяк, барий, селен. Очень высокая токсичность характерна для химических элементов – бериллий, кадмий, титан, свинец, ртуть. Тяжёлые металлы – наиболее опасные элементы. Понятие тяжёлых металлов применяется к тем элементам, у которых плотность больше или равна 8 граммам на сантиметр кубический, либо атомная масса – более 50. Среди тяжёлых металлов, попадающих в экосистему, есть микроэлементы, биологически важные для растений и живых организмов, так как они входят в состав ферментов. Превышение допустимых концентраций тяжёлых металлов оказывает токсическое и угнетающее действие на биоцинозы экосистем. Источниками загрязнения служат промышленные источные воды, промышленные выбросы в атмосферу, бытовые отходы. Отличительное свойство тяжёлых металлов – это неспособность раструшаться в природной среде. Они аккумулируются в экосистемах, причиняя долговременный вред. Следуя по звеньям миграционной цепочки – почва, растения, животные, человек. Тяжёлые металлы оказывают токсическое и канцерогенное действие на живые организмы. Аккумуляторы, батарейки, разбитые градусники – это бытовые отходы. С токсическим содержанием почва и растительность оказываются загрязнены на расстоянии полтора километра от свалки. Тяжёлые металлы – основные неорганические экотоксиканты. Группы тяжёлых металлов относят за исключением благородных и редких ртуть, свинец, медь, цинк, никель, кадмий, полуметалл, мышьяк. Многие из них широко распространены в окружающей среде и способны вызывать заболевания у людей. Последствия для экологии. Воздействие на гидросферу. Присутствие тяжёлых металлов сокращает популяции рыб, млекопитающих, ракообразных, губительных действует на икру и мальков. В случаях предельного превышения доз наблюдаются мутации и гибель биоты. Воздействие на атмосферу. Разрушение озонового слоя атмосферы, усугубление парникового эффекта, формирование смога над мегаполисами, возникновение осадков с химическими примесями. Воздействие на почву. Средняя концентрация свинца в почвах города Усть-Каменогорска превышает фоновый уровень в 18,9 раза. Меди в 14,8 раза. Кадмия в 4,4 раза. Цинка в 7,7 раза. Почва, загрязнённая тяжёлыми металлами, практически не подлежит очищению. Токсичность ртути. Признак отравнения ртутью – появление по краям дёсен каймы синий-чёрного цвета. Ртуть является металлом смерти. Коварна она тем, что действует без симптома. Не ощущается ни запаха, ни вкуса. Причём наиболее опасна не сама ртуть, а её пары. Ртутные пары ядовиты для человека. Именно из-за них происходит отравление. Обратите внимание. Токсичность свинца. Сточные воды промышленности являются одним из основных источников этого металла в гидросфере. В донных водорослях концентрация свинца за счёт эффекта накопления возрастает в 700 раз. В фитопланктоне – в 4000 раз. В зоопланктоне – в 3000 раз. И в моллюсках – в 4000 раз. При интоксикации свинцом под удар попадает нервная и кровотворные системы. Свинец накапливается в костях, замещая кальций, чем вызывает различные болезни. Особенно чувствительны к отравлению свинцом дети. Основные симптомы накапливания свинца в организме накапливаются в зубах, в костной ткани, разрушают мозг и центральную нервную систему, репродуктивные органы, иммунную систему, вызывают 4% заболеваний ишемической болезнью сердца. Негативно влияет на мозг, печень, почки, кости. Воздействие тяжёлых металлов на организм человека. Соединения меди очень токсичны. Они обладают мутагенными свойствами. При интоксикации соединениями меди поражаются печень, лёгкие, развивается гипертония, возможны развития аллергии и расстройства нервной системы. Токсичность хрома и его канцерогенные действия зависят от валентности металла. Наиболее опасен в этом отношении шестивалентный хром. Организм перестаёт усваивать питательные вещества, провоцирует угнетение иммунитета. Тяжёлое костное заболевание Итай-Итай вызвано хроническим отравлением кадмием, которое впервые было отмечено в Японии в 1956 году, когда содержащие кадми, сточные воды японского концерна Митсуи попали в оросительную систему, расположенных неподалёку рисовых полей. Употребление людьми в пищу отравленного риса вызвало у них апатию, боли в различных частях тела, повреждения почек и размягчения костей. Растения-фильтры. Страусник обыкновенный способен поглощать из почвы ионы кадмия. Лучше всего поглощают свинец, лиственницы и разнообразные мхи. Берёза вырабатывает фитонциды, поглощая тяжёлые металлы. Аспарагус поглощает также пары тяжёлых металлов. Грибы-зонтики наиболее активно аккумулируют кадмия, грузди, сыроежки, дождевики, медь, ртуть, шампиньоны и белые грибы. Крестоцветные удаляют из почвы ионы цинка, кадмия, никеля. Перейдём к выполнению заданий. Задание первое. При попадании в организм человека и животных таких вредных металлов, как ртуть или свинец, они могут нанести серьёзный вред здоровью. Однако кусок свинца можно спокойно хранить дома, а с ртутью так поступить нельзя. Почему? Проверим ответ. Металлический свинец – очень хорошая защита от всех видов радиоактивного излучения и рентгеновских лучей. При воздействии воздуха, воды и различных кислот свинец проявляет большую устойчивость. Ртуть – жидкий металл, способный к испарению. Ртутные пары довольно опасны для живых организмов. Шарики ртути начинают испаряться уже при температуре плюс 18 градусов по Цельсию. Поэтому в домашних условиях, где температура воздуха, как правило, намного выше, вещество испаряется достаточно активно. Задание второе. Все соли кадмия сильно токсичны. Даны соли. Нитрат кадмия, сульфат кадмия, бромид кадмия. Какая соль кадмия самая ядовитая? Проверяем ответ. Необходимо вычислить и сравнить между собой массовые доли кадмия в солях по формуле. Массовая доля кадмия в нитрате кадмия составляет 47,45%. Массовая доля кадмия в сульфате кадмия составляет 53,84%. Массовая доля кадмия в бромиде кадмия составляет 41,17%. Ответ. Самая ядовитая соль – кадмия СО4, сульфат кадмия. Задание третье. Железо, необходимый микроэлемент, участвует во многих метаболических процессах в организме человека. Однако избыточное поступление этого элемента способствует отложению его в печени, в костном мозге, в селезенке и поражению тканей. Что при нарушении регуляторных механизмов может появляться в виде гемохроматоза – зуд и сухость кожных покровов. В 100 мл водопроводной воды обнаружили 0,51 мг железа. Соответствует ли питьевая вода требованиям ГОСТа, если ПДК, предельно допустимая концентрация железа в воде, 0,3 мг на литр? Проверяем ответ. Запишем дано. Перейдем к решению. Определим содержание железа в 1 литре воды. В 1 литре воды железо содержится 5,1 мг. Далее находим концентрацию железа по отношению к предельно допустимой концентрации. Концентрация железа 5,1 мг на литр мы делим на 0,3 мг на литр и получаем, что концентрация железа превышена в 17 раз. Ответ содержание железа в питьевой воде превышает ПДК в 17 раз. Подведем итог урока. Сегодня на уроке вы узнали, что существует проблема загрязнения тяжелыми металлами. Эти вещества оказывают на организм человека отрицательную роль. Могут быть причиной многих заболеваний. Опасными являются ртуть, свинец, кадни, которые могут находиться в предметах обихода, красках, батарейках. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok